Рассмотрение дела Игоря Пушкарёва, его брата Андрея Пушкарёва и бывшего директора МУП Дороги Владивостока Андрея Лушникова продолжается в Тверском районном суде Москвы. 25 января состоялся первый допрос экс-главы Владивостока, во время которого он дал подробные показания по существу предъявленного обвинения, а также подробный и аргументированный рассказ об обстоятельствах, которые привели его к задержанию. Выступление Игоря Пушкарёва длилось около трёх часов. Сегодня в понедельник заседание суда продолжится и его будет уже допрашивать сторона обвинения. Вот сегодня у нас в студии Радио Ремы тоже два эксперта. Один из них даже прикоснулся к этому историческому процессу. Он может себе поставить какую-нибудь галочку в своём дневнике, если у него есть, потому что господин Зеленский, Юрий Витальевич, выступал в этом суде и произвёл хорошее впечатление. Юрий Зеленский занимается оценочной деятельностью с 1994 года и является членом Общероссийской общественной организации Российское общество оценщиков, включён в реестр оценщиков РЭО. Ему ставила задача исследовать рынок строительных материалов Приморья, сравнить цены и дать заключение, на самом ли деле имело место завышение цен компании «Востокцемент» на стройматериалы для моб дороги Владивостока, а также исследовать заключение, предоставленное следствию РЦЦС и объяснить, на чём оно основано. Напомним, сторона обвинения настаивает на том, что в результате подкупа директора МУПа Андрея Лушникова МУП приобретал по якобы завышенным ценам стройматериалы в компании «Востокцемент», которую возглавлял Андрей Пушкарёв, родной брат экс-мэра Игоря Пушкарёва. Со стороны обвинения в суде уже выступали эксперты Приморского регионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов РЦЦС, которые и помогли установить следствию причинение МУП дороги Владивостока ущерба на 143,6 миллионов рублей. Настолько, по мнению экспертов РЦЦС, стоимость поставленных «Востокцементов» стройматериалов превышает цену других поставщиков. Но экспертиза РЦЦС вызвала больше вопросов, чем дала ответов. А псевдоэксперты РЦЦС так и не объяснили, почему из 59 наименований стройматериалов ими было исследовано только 31, и как они сделали экспертизу, проанализировав цены только половины стройматериалов. Не рассказали они и почему посчитали завышение с НДС, ведь это увеличивает итоговую сумму на 18%. Сторона защиты сочла экспертизу специалистов РЦЦС, мягко говоря, некорректной, поэтому было принято решение провести независимую экспертизу. Адвокаты сделали запрос нескольким экспертам, которые провели свои независимые исследования. Обвинение строится на том, что был причинен ущерб городу, потому что дороги Владивостока покупала группа компаний «Восток-Цемент», в котором, естественно, Пушкарев определенный интерес имеет, по понятным причинам, покупил материалы в целом за период с 2009 по 2012 год на 123 миллиона дороже. То есть таким образом, соответственно, и был причинен ущерб интересам города. Для того, чтобы провести независимый анализ ситуации на рынке и установить, какие были фактические среднерыночные цены, Юрий Зеленский лично объехал 95 организаций и получил прайс-листы с ценами, которые действовали с 2008 по 2015 годы на строительном рынке Приморья. Эксперт исследовал региональный рынок строительных материалов по прайс-листам, каталогам и другим первичным данным и сопоставил полученные средние цены с ценами, по которым были поставки «Восток-Цемента» в адрес МУП «Дороги Владивостока» в тот же период и за те же кварталы. Получил показатели, отражающие наиболее высокие и наиболее низкие цены и на основании такой информации определил средние отпускные цены. Также эксперт проанализировал поставки «Восток-Цемента» в стройматериалах, поставляемых МУП «Дороги Владивостока» в адрес других организаций, сопоставив их отпускные цены, определил ценовую разницу между поставками МУПу и в адрес других организаций. Для этого изучил 83 договора, заключенные «Восток-Цементом» и МУПом с 2008 по 2015 год и 14 265 бухгалтерских записей о произведенных поставках. Таким образом, получилась база для сравнения – средние цены по региону и цены, по которым были поставки в адрес МУПа и других организаций, таблица для каждого материала с ценой в текущий квартал, объемом поставки и суммарной ценой поставок в аналогичный квартал. Проведенный анализ показал, что цены поставок в адрес МУП были ниже, чем поставки в адрес других организаций. А общий финансовый эффект к концу 2015 года при сопоставлении цен поставок МУП «Дороги Владивостока» со среднефактическими среднерегиональными ценами оказался 343 миллиона рублей. Это суммарный итог, накопленный за весь период взаимодействия группы компаний «Восток-Цемент» с МУП «Дороги Владивостока». То есть 343 миллиона рублей МУП «Дороги Владивостока» сэкономил, сотрудничая с «Восток-Цементом». Так о каком ущербе может идти речь? Далее был проведен анализ методов расчетов и результатов расчетов экспертизы РЦЦС. И здесь независимый эксперт выявил много ошибок. Одна из основных – во всех ценовых показателях эксперты РЦЦС учли НДС. Согласно налоговому кодексу, налог на добавочную стоимость никак не может входить в цену, потому что цена является базой для его расчета. Это означает, что сумма, полученная экспертами РЦЦС автоматически завышена на 18%. Следующая ошибка связана с расчетом среднерегиональных цен. В заключении РЦЦС указано, что в качестве среднерегиональных цен приняты сметные цены, опубликованные в сборниках смета. Само исследование экспертов РЦЦС вообще не содержит полного материала для того, чтобы определить, насколько корректно в нем определены сметные цены. Нет ни первичных документов, ни расчетов способа обработки первичной информации, которая применялась для получения представленных сметных цен, и нет никаких объяснений на основании чего выполнялись расчеты. По словам независимого эксперта Зеленского, масштаб выполненного экспертами РЦЦС недостаточен и не дает ответы на поставленные вопросы. Так, например, Приморскому РЦЦС предоставили информацию 45 организаций, независимый эксперт использовал информацию 95 организаций. Для основного материала, который занимает 84% в общей доле поставок, независимым экспертам получено 62 цены, а экспертами РЦЦС только 15. В общем же исследовании РЦЦС цены даны для 56% поставок из 100. Из них для 44% поставок цены просто не следовали. Или вот еще, например, рассмотрены поставки в период с 2009 по 2012 год 31 материала из 59, то есть только половина поставленных в адрес МУПа материалов, точнее 52,5%. То есть выводы экспертов РЦЦС основаны на анализе цен только половины поставленных материалов, а значит они не могут быть признаны достоверными. Но этот анализ по сути фикция, поскольку нет первичных документов, на котором он основывается. Суд, несмотря на возражения стороны обвинения, удовлетворил ходатайство стороны защиты и приобщил независимую экспертизу к материалам дела с мотивировкой, что проведенная экспертиза соответствует требованиям, а выводы сторонних экспертов будут учитываться судом на стадии принятия решения. Решение судей вполне логично, ведь ему выносить вердикт, и очевидно, что делать это на основании экспертизы пустышки от РЦЦС решится не каждый представитель правосудия, ведь по сути независимая экспертиза разбивает в пух и прах основания для обвинения в причинении ущерба. Почему суд не пошел на то, чтобы назначить новую экспертизу, вопрос остается открытым, считает и журналист Андрей Калачинский, и приглашенные им эксперты. Мы сегодня озвучили результат лишь первой независимой экспертизы, их будет несколько, и о каждой мы расскажем в отдельных сюжетах. Сегодня в открытом судебном заседании допрос экс-главы Владивостока продолжается. Игорь Пушкарев отвечает на вопросы по существу предъявленного обвинения. «Для меня это волнительный момент. Я настраиваюсь в первую очередь не поддаться на провокации обвинения, на их порой оголтелую грубость и хамство, на то, что я смогу найти нужные слова, чтобы точно донести до суда и до вас то, что считаю для себя важным», написал ранее на своей странице в социальной сети Игорь Пушкарев. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.